МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Игорем Юрьевичем Пикаловым, генеральным директором управляющей компании «Региональный оператор». Здравствуйте. А я напоминаю, что мы работаем в режиме прямого эфира. И свои вопросы гостям в студии по теме сегодняшней программы, говорим мы сегодня о раздельном сборе мусора, вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84. Я так понимаю, что 1 января это была такая важная веха в коммунальном хозяйстве Московской области и Одинцовского района в частности. Мы перешли на раздельный сбор мусора. Как этот переход прошел в Одинцовском районе? Как оцениваете, Михаил Владимирович? Переход на раздельный сбор мусора – это новая история, которая началась у нас именно 1 января. Он идет по территории всей Московской области. Одинцовский район включился в него сразу же. Для раздельного сбора мусора мы организовали площадки контейнерные. На эти площадки до конца 1-го квартала планируется установка контейнеров синего цвета для сбора сухих отходов. А также этот сбор мусора будет осуществляться региональным оператором, который на территории Одинцовского района будет осуществлять коммунальные услуги по сбору и вывозу коммунальных отходов. А чем вот эта современная контейнерная площадка отличается от тех, что ранее были во дворах? Во-первых, все контейнеры и площадки теперь оборудованы твердым покрытием, огорожены с трех сторон. Сверху закрыты крышей либо козырьком для того, чтобы осадки не попадали на мусор. А также новые контейнеры установлены, которые с крышкой и которые на колесиках. Их вывоз можно осуществлять машинами с задней загрузкой. А я напоминаю, что сегодня мы говорим о раздельном сборе мусора. Прежде чем перейти к дальнейшему обсуждению, я предлагаю посмотреть небольшой информационный ролик. С 1 января Подмосковье перешло на раздельный сбор мусора. В регионе действует двухконтейнерная система. Синие баки с изображенной на них бутылкой для сухого и чистого мусора, такого как пластик, металл, макулатура, стекло, бумага. В дальнейшем они пойдут на переработку. Серые баки с изображением банана предназначены для смешанных отходов или грязного мусора, пищевых, растительных, загрязненных отходов, средств личной гигиены и другого мусора. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Актуальное интервью». Тема сегодняшнего выпуска – раздельный сбор мусора 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Да, Людмила, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос по теме сегодняшней программы. Ну, во-первых, хотела сказать, что я очень рада, что у нас вообще теперь эта тема как-то реализуется. Раздельным сбором мусора всегда хотелось этим заниматься и, в общем-то, привидеться. Вот. И мы, и я живу в Одинцово, в Хуторнико-Норова. Вот. У нас, значит, правда, вы сказали, поставили эти площадки, с трех сторон огороженные, козырьком огороженные, но контейнеров там нет. И сейчас туда люди сваливают просто пакеты с мусором. Ну, правда, их вывозят все-таки оттуда, когда там уже все завалено этими пакетами. Все-таки приезжает машина, вывозят. Вот. А вопрос у меня такой. Может быть, не совсем по теме раздельного сбора. Как будет осуществляться оплата за этот вывоз? По каким тарифам? Ну, в общем, я слышала, что как-то она будет рассчитываться за квадратный метр дома. Ну, в общем, хотелось бы услышать специалистов. Спасибо большое, Людмила, вам за вопрос. Михаил Владимирович, наверное, к вам вопрос. Как будет рассчитываться оплата вывоза? Значит, на сегодняшний день вывоз твердых коммунальных отходов стал коммунальной услугой. Соответственно, тарифы на данную услугу утверждаются комитетом по ценам и тарифам Московской области. Для территории Одинцовского района, где действует русский региональный оператор, для этой компании утвержден тариф 949 рублей 52 копейки за кубический метр. Для простоты восприятия в пересчете на квадратный метр это 9 рублей 2 копейки с квадратного метра. Это касается многоквартирных жилых домов. В ИЖСе действует немного другая система расчетов. Она включает в себя предельные стоимости для разных площадей домов частных. Соответственно, там она ниже, но в каждом случае индивидуально. Информацию о данных тарифах можно посмотреть на сайте регионального оператора, а также на сайте администрации. Размещены оферты русского регионального оператора, в которых прописаны как раз стоимости и прописаны те параметры цены для ИЖС. А что значит для жителей вывоз мусора теперь коммунальная услуга? Что изменится в оплате? Это значит, что оплата будет осуществляться по квитанциям. То есть, если раньше данная услуга входила внутрь строки содержания и текущий ремонт, то теперь это отдельной строкой выделяется, так же как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Теперь это вывоз твердых коммунальных отходов. Также это означает то, что тарифы регулируются жестко и регулируются на уровне области. То есть, нет такой вариативности, как было раньше, что каждый перевозчик какую цену хотел, такую и назначал. Теперь это все зарегламентировано и определено в рамках законодательства. И я так понимаю, что льготы уже распространяются на... Да, вы абсолютно правы. Раз это стало коммунальной услугой, то, соответственно, все льготы, которые есть на коммунальные услуги на территории Одинцовского района, они также действуют и на данную услугу. Ну, теперь я предлагаю перейти все-таки к системе, да, серый бак и синий бак. Чем один будет отличаться от другого, Игорь Юрьевич? Ну, здесь уже в сюжете показывали, что в серый бак мы складываем смешанные отходы, а в синий бак, как называемые, чистые отходы. Предполагается, что будет осуществляться, он идет сейчас вывоз отдельный, будут ездить отдельные мусоровозы, они будут собирать серые баки и синие баки. Этот поток перемещения этих отходов, он не смешивается. Поэтому и на переработку эти отходы заходят раздельно. К чему это приведет? К тому, что нам позволит более тщательно выбирать эти отходы и получать больше объем полезных фракций. А если мы больше объем полезных фракций получаем, значит, меньше этих фракций пойдет на захоронение. То есть изначально смысл раздельного сбора заключается в том, чтобы добиться вот этого качественного отбора вторичных фракций. То есть чистый бак – это то, что идет на переработку? Это бумага, это стекло, это металл? Пластик. Пластик. А вот чистый – это значит в прямом смысле все должно быть вымыто? Или, скажем так, это образное наименование? Нет, давайте так. На переработку идет все. И серого контейнера, и синего. Просто если мы делаем предварительную сортировку, начиная у себя на кухне, то мы можем добиться более качественного разделения на полезные фракции. И это нам даст возможность больше извлекать этих фракций из всего потока отходов. И, соответственно, меньше захоранивать. Потому что в соответствии с соглашением, которое у нас заключено с Московской областью, требования довольно жесткие. Мы должны отбирать не менее 20% полезных фракций отходящего потока. Сейчас этот процент составляет около 5,7. Мы работаем в прямом эфире и говорим сегодня о раздельном сборе мусора. 8-495-508-86-84. Наш номер телефона. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Ирина, очень приятно. Сдавайте ваш вопрос. У меня вопрос один. Как же у нас закон о борьбе с монополиями? Получается, на сегодня монополизировали. Один единственный оператор по вывозу мусора, других выбрать не можем. А тарифы выросли почти в два раза. Я это говорю как бухгалтер СНТ Одинцовского района. В прошлом году нам вывозили куб мусора за 554 рубля, а теперь у нас почти тысячу. Как бы? Я могу ответить. Давайте, конечно. Дело в том, что вывоз отходов – это как раз та отрасль, которая нуждается в монополизме. Это такая же отрасль, как газоснабжение, энергоснабжение и водоснабжение. Мы не можем эти отрасли разорвать, грубо говоря, в клочья. Дело в том, что после Советского Союза, когда действовала система, если вы помните, обратные тары, стимул, когда действительно было качественно налажено обращение с отходами, в итоге решили это все отдать на откуп рынка. И у нас появились с вами отдельные возщики, которые недобросовестно выполняли свои обязательства. И в итоге это приводило к тому, что наши пригородные леса зарастали отходами. Все это вываливалось, не перерабатывалось и превратилось в то, что действительно сейчас это является тяжким наследием, которое нам надо менять. Поэтому я считаю, в данном случае это не минус, а плюс. Когда единственный оператор, которому установили тарифы, проверили его расходы, и самое главное, он отвечает за все. Мы, начиная от сбора, вывоза и размещения отходов, отвечаем. Мы отвечаем за несанкционированные свалки. Мы будем отвечать за то, чтобы убрать леса, которые загажены. Мы отвечаем за то, чтобы эти отходы превращались в какие-то действительно полезные вещи для народного хозяйства. И в этом смысле это проверено временем. То есть монополизм в данном случае нам необходим. То есть зона ответственности, она большая, но и хочется заметить, что в прошлом году не было раздельного сбора, который появился в этом. И более того, хочу сказать, что вы обратите внимание, что в тот тариф, который дан региональному оператору, входят не только эти самые технологические издержки, которые связаны с тем, что надо мусор собрать, его надо вывезти и разместить, но еще входит строительство высокотехнологических комплексов, которые будут перерабатывать эти отходы и захоранивать. У нас будет в планах модернизация полигонов Храброва, который будет превращен в высокотехнологический комплекс, где будет сортироваться порядка 450 тысяч тонн отходов, будет там цех по компостированию. Это значит, те фракции, вот эти самые грязные, о которых мы говорим, органика, она будет за счет технологических процессов превращаться в некий инертный материал, который может быть использован как для рекультивации карьеров или как инертный материал для пересыпки на той же самом полигоне. То есть и будет захораниваться не более 50% от всего входящего потока. Это все технологические решения, они будут реализованы и как раз будут реализованы с того тарифа, который региональному оператору и утвержден. Если возвращаться к тем самым двум бакам, на самом деле вопросов у жителей очень-очень много, и Михаил Владимирович, и вы наверняка отвечали на них, да, были в форуме «Управдом». Вот первый вопрос, который чаще всего задается, так мыть или не мыть? Мыть не обязательно. Дело в том, что это ведь тот же самый укладывается в тот принцип. Дело в том, что если вы посмотрите синие контейнеры, там не идеальные отходы. И надо как раз начинать с того, что складывать туда именно чистые отходы. И здесь есть прямая выгода и для управляющей компании, и для людей. Дело в том, что если мы с вами добьемся того, чтобы в эти синие контейнеры складывался идеально чистые отходы, то по идее тариф за вывоз таких отходов должен быть существенно ниже, чем тариф за вывоз серых отходов. Поэтому мы все заинтересованы в том, чтобы эти отходы в синем контейнере делать чище и чище. Ну да, пока мы только начинаем, поэтому такое послабление нам дается. 8-495-508-86-84, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да-да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Александр, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у нас на улице Садовой раньше было мусорных баков 12 штук. А сейчас поставили один серый, один синий. Ну и кто там что, как собрать мусор там? Мало вам двух баков? Нужно больше? Конечно. Ну, и там сейчас валят сначала в баке, а потом вокруг баков. Угу, понятно. Ну, это же надо, вот люди сидят, они думать должны головой, что там было 12 баков, поставили два бака. Сделили навес собачник какой-то. Навес, на самом деле, мы уже объясняли, зачем был сделан, Александр. Спасибо вам большое за вопрос. Я так понимаю, что требуется увеличить количество баков. Да, дело в том, что количество баков или контейнеров, оно устанавливается, исходя из норматива накопления для населения. Это примерно норматив составляет около 400 килограмм на человека в год. Поэтому это совместная работа с управляющей компанией. Исходя из площади содержания жилого фонда, количество проживающих, управляющих компаний заказывает количество емкостей для контейнеров. Я признаю, что действительно емкости не хватает. Вы можете себе представить, что по русскому региональному оператору нам необходимо закупить и расставить порядка 17 тысяч контейнеров. Поэтому контракты заключены, поставки идут, и расстановка этих контейнеров осуществляется. Поэтому действительно, если где-то не должны стоять, но они не доставлены, то будет в ближайшее время этот недочет устранен. И мы выставим все контейнеры, исходя из тех нормативов и тех требований, которые хочет управляющая компания. А вот какие-то примерные сроки можете озвучить, когда это произойдет? Я вам говорю, что это будет в течение января-февраля сделано. То есть потерпеть нужно чуть-чуть, поскольку мы только начинаем, то, соответственно, делают пока нам послабление при раздельном сборе мусора. Можно сделать это послабление тем, кто пытается эту систему организовать. Вот если возвращаться к разделу синий бак, серый бак, мы, да, все отходы мы отправляем на переработку. Правильно? В разные места. А точно ли в разные? Вот жители не уверены. Вдруг потом на каком-то этапе все равно произойдет смешение, и вся вот эта работа окажется напрасной. Ну, понимаете, в чем дело? Для этого ведь и сделано, для того, что синий контейнер и серый контейнер, синяя машина и серая машина. Более того, все машины оснащены навигацией. Поэтому мы можем отследить в системе ОСУ отходов, и в ближайшее время такие системы появятся, в том числе и в администрации. Поэтому, возможно, система контроля, как общественная, так и административная. Поэтому этот поток можно проследить. Более того, я хочу вам сказать такую вещь, что региональный оператор заинтересован в том, чтобы довести этот раздельный, раздельные отходы до выборки полезных фракций. Почему? Потому что установлены, я вам сказал, 20% необходимой выборки. И эти 20% по рыночной стоимости минусуются из тарифа регионального оператора. Почему? Потому что предполагается, что мы эти 20% отберем и продадим для дальнейшей переработки. Поэтому, если мы соберем меньше и меньше, то это будет меньше в тарифе. Мы должны эти 20% добирать тем, что мы реализуем эти отобранные фракции. Поэтому здесь даже есть экономическая заинтересованность в этом. А я напоминаю, что сегодня мы говорим о раздельном сборе мусора. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Алло. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Представь. Меня зовут Ольга. Ой, ну это же невозможно разговаривать. Ольга, вас очень плохо слышно. Отойдите, пожалуйста, от телевизора. От телевизора отошла подальше. Вот. Отлично. Какой вопрос вы хотите задать и гостям? Вопрос я такой интересуется. Раздельный вывоз мусора, я так поняла, с января месяца. Да. Счета нам выставят за январь. Ну, у нас вот по улице Вокзальной с прошлого года мусор ли вывозят? И никаких баков нет. И что? Кто этим должен заниматься? Михаил Владимирович, может быть, прокомментируйте куда? Управляющие компании говорят, что они теперь о земле занимаются. Мы поняли ваш вопрос. Спасибо большое за обращение. Добрый день. Улица Вокзальная. Можно уточнить, какой номер дома? Номер 13. Номер 13. Понятно. Значит, у вас есть контейнерная площадка, она рядом расположена. А если на ней нет баков, то с этой ситуацией разберемся. Но по той информации, которая имеется, все контейнерные площадки уже вывозились неоднократно. И как вариант, просто у вас существует некое традиционное место накопления мусора, в которое его складывают. Так вот, оно не относится к тем местам, куда надо относить мусор. Очень часто, к сожалению, жители традиционно на территории собирали мусор не на контейнерных площадках, а там, где привыкли. Да. Соответственно, они вывозятся в рамках этой работы. То есть, да, там, к сожалению, регулярно это вывозить невозможно, потому что данный объект не входит в схему вывоза мусора. Поэтому просьба к жителям, если вы выносите мусор, то выносите их именно на контейнерной площадке. Если у вас недостаточно контейнерных площадок, то обратитесь к региональному оператору через вашу управляющую компанию. И они совместно установят площадку. Если это территория дома, если это территория города, то администрация совместно с рекоператором установит площадку. Я могу лишь добавить то, что региональный оператор работает в соответствии с адресным перечнем, который утверждается и согласуется управляющими компаниями, утверждается администрацией. Поэтому такие случаи действительно есть. Поэтому здесь два варианта. Либо действительно привыкать выбрасывать отходы на те контейнерные площадки, которые есть, либо обращаться за установкой новой. Но только чтобы эта новая была включена в адресный перечень, который обслуживает региональный оператор. И тогда она будет регулярно опустошаться. Я так понимаю, что цвет бака также влияет и на частоту вывоза мусора, правильно? Да, это утверждено нормативно. Серые контейнеры, куда мы так называемые грязные отходы сбрасываем, должны вывозиться ежедневно. А синие сетчатые контейнеры, куда выбрасываются чистые отходы, вывозятся по мере накопления, но не реже, чем раз в неделю. То есть жители должны учитывать. Если мы смешиваем, то на самом деле ничего хорошего не получится. Если раз в неделю и выбросить мусор, который... Ну, так-то оно так, действительно. Поэтому я говорю, что нам, прежде всего, надо самим привыкать для того, чтобы сортировать мусор, чтобы он складировался отдельно. Михаил Владимирович, вы неоднократно проводили форум управдом, посвященный раздельному сбору мусора. Какие вопросы чаще всего от жителей там поступали? Обычно жители интересуются теми проблемами, которые им ближе. Спрашивают, почему именно такая цена, спрашивают, куда будет вывозиться этот мусор, спрашивают, какая польза от того, что мы разбираем этот мусор по синему, серому контейнеру. Ну, на эти вопросы ответы всегда, вы правильно говорите, одинаковые. То есть, жители должны понимать, что на сегодняшний день это регулируемый рынок. Да, он монопольный, но он регулируемый. То есть, цена определяется для всех, одинаковая. Все в этом отношении равны. Раздельный сбор мусора внедряется везде. Ну, к сожалению, невозможно моментально внедрить его везде. Но он будет внедрен именно по мере поступления. Для отдельных СНТ, отдельных там ИЖС этот вопрос уже произошел, а также поступательно двигается по всей территории района. Часто задают вопросы, к какому типу мусора относится Тетропак. Ну, это скорее грязный отход, нежели чистый, потому что Тетропак состоит из множества слоев и, соответственно, требует отдельной переработки. Достаточно высокотехнологичные заводы, и на сегодняшний день они не готовы отрабатывать именно такое. Очень часто жители спрашивают, какие параметры к мусоропроводу предъявляются. То есть, как можно организовать раздельный сбор в домах, где есть мусоропровод. Здесь ответ очень простой. В мусоропровод можно бросать смешанные отходы, а чистые отходы для синего бака донести до ближайшей контейнерной площадки, где установлен синий бак. Еще хотелось бы отметить один момент, что когда жители разделяют отходы, они тем самым помогают снизить нагрузку в целом на экологическую ситуацию нашего региона. То есть, каждая переработанная вещь, это экономия энергии, в первую очередь, это экономия топлива, это помощь нашей планете с точки зрения экологии. Можно посмотреть мультик Валли, и, в общем-то, мне кажется, станет все ясно, зачем нам это нужно. 8495-508-86-84 наш номер телефона. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло. К сожалению, звонок, судя по всему, сорвался. Я надеюсь, что телезритель нам позвонит и задаст все-таки свой вопрос. С 1 января вывоза мусора, как мы уже сказали, в Единцовском районе занимается русский региональный оператор. Что конкретно входит в его обязанности? Любой региональный оператор, в том числе и русский, он отвечает за весь технологический процесс, который связан с обращением с отходами. Мы ведь когда начинаем обращение с отходами, именно тогда, когда мы эти отходы выбрасываем. То есть, на контейнерной площадке наша задача предоставить емкости под этот раздельный сбор, наша задача эти отходы транспортировать, наша задача эти отходы перегрузить уже из мусоровозов, так называемые длинномеры, доставить это на сортировку, отсортировать, и после этого прокомпостировать. И все, что осталось, это как раз вот эти не более 50% хвостов, которые не могут считаться ни как раздельный сбор, ни как переработанная уже органика. Так называемые хвосты, это смет, и то, что не может быть использовано в народном хозяйстве, это все размещается на теле специальных участков, которые предназначаются для захоронения. Весь этот технологический процесс отвечает региональный оператор. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Вас добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Это лесной городок. У нас пока еще нет этих контейнеров. Но меня вот еще волнует тот вопрос, правда задавали, что еще вот нету раздельного мусора, а с января будет уже пересчет по-новому или по-старому. Это один вопрос. А второй. Вот мы пенсионеры, а площадь у меня очень большая. И меня волнует этот вопрос. У меня же начислено будет очень много. А мы-то живем вдвоем. Спасибо. И как этот вопрос? Спасибо за вопрос, Михаил Владимирович. Да, значит, если говорить про пенсионеров и социально незащищенная группа населения, то для них предусмотрены льготы, то есть в рамках социальной поддержки. Я уже говорил, что это коммунальная услуга, поэтому все нормы по поддержанию населения на нее распространяются. Необходимо просто обратиться в службу соцподдержки и получить льготы на данные услуги. Ну, по поводу площадей и проживания вдвоем на данной площади, к сожалению, данная вещь является фиксированной. То есть площадь это то немногое, что поддается измерению в части проживания жителей. И был именно расчет сделан на площадь квартиры, независимо от того, сколько в ней человек проживает. То есть у нас на сегодняшний день именно расчет идет через квадратные метры. Я могу лишь добавить, если позволите. Во-первых, в отношении площади дело в том, что действительно во многих субъектах, я просто знаю, отталкиваются от количества проживающих. Но Московская область именно характеризуется тем, что большая, так скажем, миграция, что ли, очень много людей, которые, так сказать, снимают жилье. И была бы ситуация обратная. Мы бы брали бы денежные средства от количества проживающих, но учитывать этого совершенно не смогли. Поэтому было бы совершенно несправедливо, если, допустим, в небольшой однокомнатной квартире, где проживают 10-12 человек, снимают квартиру, они платят точно так же, где проживает один или два человека, семья небольшая, в такой же однокомнатной квартире. Поэтому я считаю, для Московской области, так же, как, например, для Москвы, такой подход совершенно справедлив. И начало вопроса было насчет того, что подъем цены из-за того, что вот нет там контейнера под раздельный сбор. Я хочу сказать, что наличие самого контейнера синего и его влияние на саму систему ценообразования для рекоператора – это очень мизерная доля. Я как раз и хотел сказать, что региональный оператор основные свои средства тратит на то, чтобы закупить современную технику, мусоровозы, серые контейнеры и обеспечить технологический процесс. Именно туда уходят деньги. Поэтому, когда мы говорим, если у меня там не появилось 1 января сетчатого контейнера, то я и платить не буду, это в корне неправильно. А услуга оказывается, отходы вывозятся, они сортируются, перерабатываются, захораниваются, именно туда идут средства. И более того, я вам хотел как раз сказать, что на эти же средства строятся современные объекты, которые избавят нас от этих мусорных свалок, этот бич, который мы получили в наследство. Именно туда в основном и идут деньги. К сожалению. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Добрый вечер, мы вас слушаем. Вас беспокоит пенсионер. Как вас зовут? Евгений Васильевич. Очень приятно. Я военный пенсионер. Ну вот я наблюдаю у себя весь Жуково. У нас несколько домов, тут 24, 33 и 30 дома там. У нас мусорная свалка организована, да, с контейнером, с контейнером свозом, на проезжей части. То есть, с основной эстакадой едут в сторону гимназии и проезжают многие родители на машинах. И также по пути, заворачиваясь, возвращаются, подводят, сбрасывают свой мусор из других домов. Вот. И фактически заваливается, за 2-3 дня заваливается вот тот объем, который расположен на организованной нашей мусорной свалке. Кроме того, в зимнее время трудно подобраться туда. Нет, вы сами понимаете. Освещение слабое. То есть, фактически фонарь, который единственный там. Почему-то именно этот фонарь, который находится над этой свалкой, он не горит в ночное время. Вот. Ну, я не говорю уже о таких простых вещах, что вот, может быть, возможность ваших компаний, вот эти средства, которые будут собираться, переводить. Прежде всего, на обеспечение, вот правильно вы говорите, закупку транспорта, вот. Может быть, на обеспечение, организацию наблюдения, может быть, видеокамеры какие-то устанавливают для наблюдения. Потому что борьба с привозным мусором, проезжим, очень сложно. Ну да, эта история такая распространенная. Спасибо вам большое за вопрос, Михаил Владимирович. Прокомментируйте. Ну, на самом деле, вопрос очень хороший, очень правильный. И вот это вот тот момент, который позволяет решить, когда один оператор на территории. То есть, теперь не будет эта свалка, эта мусорная контейнерная площадка относится к этому дому, та контейнерная площадка к тому дому. Будут просто точки накопления мусора, которые обслуживаются одним оператором, который полностью несет ответственность за все точки накопления мусора на территории всего района. В этом, как бы, одна из ключевых вех. То есть, перестала территория делиться по признаку, кто откуда выбрасывает мусор. Любой житель нашего района может выбросить в любую мусорку свой мусор, и этот мусор будет вывезен. Независимо от того, куда он его выбросил. Потому что региональный оператор отвечает за всю территорию всего района с точки зрения вывоза мусора. Если где-то мусорные контейнерные площадки при этом начинают перегружены быть, они будут расширены, достроены, добавлены, баки за счет регионального оператора. Про освещение услышал. По освещению отдельно будет у нас проработан вопрос именно того, чтобы все мусорные контейнерные площадки освещались. Я думаю, в течение 2019 года мы сможем эту ситуацию улучшить, запланировав эти работы на летний период. Потому что, честно говоря, провода и столбы ставить в зиму, это, к сожалению, не очень хорошо. Поэтому здесь именно правильно был задан вопрос. Именно идеология в том, что теперь вся территория в зоне ответственности одного регионального оператора. Если позволите, я тоже мысль продолжу. Она заключается в том, что вот из вопроса, я так понял, что речь действительно идет о некой несанкционированной свалке, так мы их называем. Почему? Потому что они под одном, как бы, есть у контейнерных площадок некий критерий. Он должен располагаться на определенном расстоянии от жилого фонда, он должен быть соответствующим образом оборудован. Это просто людям так удобно, которые приезжают, уезжают и бросают. Вроде как выкинул и уехал. То есть я хочу поделиться опытом в том плане, что мы, как рекоператор, еще работаем в Казани. И там мы вместе с администрацией все эти места выявили. И договорились о том, что мы выставляем там бункера. То есть в Казани выставлено порядка 80-90 бункеров. И ежегодно бюджет республики и бюджет Казани закладывают некую сумму денег на то, чтобы мы просто убирали. То есть мы не бегаем за людьми, не ловим, кто там высыпал. Если людям действительно удобно там высыпать, значит там надо организовать место сбора отходов. Поставить бункер 8-кубовый, 20-кубовый. И такие места все отметить. И тогда просто мы будем системно это все убирать. Но если услуга оказана, она должна быть оплачена. Ведь мусор-то, он просто перемещается. Поэтому если люди выбрасывают его здесь, они не выбрасывают его в другом месте. А услугу мы оказываем, ее надо оплачивать. И порядка от этого станет тоже больше. Последний вопрос задам сегодня в программе. Время, к сожалению, подошло к концу. Игорь Юрьевич, мы говорили о том, что будет закупаться техника, будут закупаться контейнеры. А достаточно ли сейчас техники, в частности у русского регионального оператора, чтобы обслуживать достаточно большую территорию? Ведь это не только Одинцовский район, я так понимаю. Я с этого начал. Просто я хочу сказать масштабы. То есть, если говорить вообще о Московской области, мы там являемся тремя региональными операторами, то это порядка 300 мусоровозов. Это там порядка 45 тысяч контейнерных площадок. Это колоссальный объем. Но нам дана возможность и на начальном этапе, и в дальнейшем использовать силы предыдущих войщиков. Поэтому это не значит, что мы должны именно собственными силами это организовывать. Поэтому такая работа была проведена. Мы выбрали лучших войщиков, которые отличали по техническим характеристикам тем требованиям, которые предъявляет Московская область. И поэтому сейчас мы опираемся в основном на их силы. Но идут закупки, поступают в огромном количестве контейнеры, бункеры. Они расставляются, монтируются, и техника закупается. Хорошая техника, импортная техника. И, конечно, через какое-то время она появится на улицах. Она уже появилась. Поэтому, так сказать, этот процесс плавный и постепенный. Конечно, можно было бы сделать по-другому. Например, ввести реформу не везде с 1 января, а какие-то бы, например, муниципалитеты постепенно бы входили. Но ничего страшного. Если приняли такое решение, пусть будет так. Поэтому на какой-то период мы будем опираться на лучших местных войщиков. И свои обязательства, безусловно, выполним. Эта скидку нам не делает. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Я, как всегда, люблю в конце немножко моралью позаниматься. На самом деле, можно, конечно, говорить, что и коммунальщики вовремя мусор не вынесли, и рекоператор потом все это смешает. Но, мне кажется, нужно начинать делать то, что зависит от тебя. От меня, от каждого из нас. А потихонечку учиться разделять мусор. Я думаю, что наши дети и внуки за это нам обязательно скажут спасибо. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok